Всем здарова, народ! С вами, с вами я, Мэдрик, и мы продолжаем карьеру за Алекса Хантера. В прошлой серии вы, ребят, видели, насколько всё плохо. Насколько всё плохо, и видели ту просто жуткую травму Алекса Хантера. Что будет в этой, сейчас узнаете. Ну что, пока Хантер смотрит телевизор, ребят, мы вспоминаем ту самую травму. Ну и опять смотрит, видно, чемпионат Англии, раз там есть Даня Вильямс. Вот так, восстанавливай силы, лещи колено. Спасибо, дедоль, спасибо, дедоль. Ты, как всегда, добр. Чего задумался? Просто смотрю. Отец когда-нибудь рассказал тебе, как получил травму? Пятый раунд кубка. Гарольд был на пике формы, ему даже пророчили место в сборной Англии. Центральный полузащитник влетел в него сзади. Судья даже не заметил нарушения. И в тот момент твой отец чувствовал себя так, словно у него отняли главный шанс жизни. Да, всё, о чём я мог думать, это возвращение на поле, поэтому он поторопился это сделать. Сумасшедший. Сумасшедший. Когда врач сказал, что он больше не сможет играть, он стал другим человеком. Совершенно другим. И к чему ты всё рассказываешь? Мальчик, я просто хочу, чтобы ты всё уяснил. Не спеши. Ты не твой отец. Потерпи немного, вернёшься лучше, чем был. А теперь ешь, пока не остыло. Блин, классный дед. Ну и, ребята, оказывается, мы будем играть за Данью Уильямса. Да, поначалу у меня такая сцена жутко лагала, и из-за этого запись немного, короче, сорвалась. Но ничего, ребят, надеюсь, дальше будет всё хорошо. Что ж, Алекс Хантер травмирован, и это значит, что, ребята, мы должны возродить карьеру Данью Уильямса. Вот так вот. Впечатлит шефа, 8.0 оценка, командный игрок, один пас. Ну, в общем, ребят, всё по-старому. Ну и Венгер тут, конечно, подбадривает. Типа говорит, что верит нас. Ну, посмотрим. Точнее, верит Данью Уильямса. Что ж, Данью Уильямс выходит на поле, чтобы доказать всем, что он что, чего-то стоит. Ну, наша команда совершенно не может завладеть мячом. Дэнни развернулся. Сделал передачу. Как? Как там Рэмси прошёл? И штанга просто спасает сейчас. Ну что ж, Дэнни. Дэнни бьёт, и мимо ворот. Надо было лучше передачу отдать. Честно. Какой сильнее. Отличная передача получается, но Дэнни тут догоняет. Может быть, попробовать туда, в центр, кинуть? Да! Да! И... Штанга. Серьёзно. Так, передача вроде получилась. И Азил как скинул на Дэнни. Дэнни! Последняя минута, и это гол. Офигеть! Дэнни Уильямс забивает на последней минуте. Ну, мы сделали какой-то просто шквал атак, но ничего не получалось. И тут, смотрите, момент какой. Вот такие вот забеги проходят на раз-два. Мне кажется, там офсайд был. Ну-ка, посмотрим ещё раз на момент. Если дадут посмотреть. Нет, не дали. Но мне кажется, что там был офсайд. Ну и всё, ребят, матч закончен. В основном время мы смогли победить за счётом 1-0. Да, Уильямс вышел на 90-й минуте и забил. Ну, вышел он раньше на 10 минут, но на 90-й минуте забил. Ну и Уокер. Уокер недоволен. Имели, в принципе, не так много моментов. Так что я рад, что хотя бы один мяч-то залетел в ворота. Ну, будем откровенны. Ребят, нам повезло. Нам немного повезло. Как оно, парни? Чё, они со мной не разговаривают? Ладно, давайте. Один за всех и все за одного. Нет. Словно три мушкетёра, но парни, ну чё. Чё, блин? Чё не разговариваете с ним? Да. Тяжёлый случай. Его не так уж любятся командники. Ну, он же не Алекс Хантер. Босс, вы хотели поговорить? Заходи, Уильямс, садись. Премьер Лига. Это большое достижение. Если ты хочешь чего-то добиться на этом уровне, тебе придётся играть лучше и тренироваться в плане, чем когда-либо в чемпионшипе. У тебя есть способности, но ты из тех, кого я называю с очками. Это те, кто рад просто попасть в Премьер Лигу вместо того, чтобы кладутся на полную. Я прав? Спокуха, шеф. Я буду дерзким. Полегче, босс. Вы ещё не видели всего, на что способен Уильямс. Да что с тобой, парень? Знаешь, если бы ты хоть наполовину старался играть, а не уничтожить, себе мог бы получиться отличной игрой. Но блин, я же играл. Я же нормально играл. Тебе достаточно сидеть на скамейке, поиграть пару минут, забрать зарплату и уйти? Я так не думаю. Знаешь, пора перестать будь клоуна для всех, пора завоевывать уважение. Теперь есть над чем работать. Ладно, босс, я понял. Но если бы тренер поставил меня на мою позицию... Хорошо, Уильямс, я поговорю с ним. Но ничего не обещаю. Ясно? Продолжай. Продолжай. По-моему, он сказал, иди. Блин, ну и перевод, конечно. Ну и перевод. Он ему прямо на дверь указал, сказал, гоу. Типа, иди. Продолжай. Спасти карьеру Дэни или нет? Блин. Такой серьезный выбор. Давайте, ладно, спасем его карьеру. Мне жалко Дэни. Да, я знаю, что я выбрал дополнительно для себя, типа, экспириенс и дела. Но я, ребят, хочу. Я хочу спасти его карьеру. Ну и, конечно, начнем сначала с тренировок. Так что кому-то не нравятся наши тренировки. Ну-ка. Вильямс, на два слова. Тренер хочет, чтобы ты вышел во втором матче полуфинала Кубка Англии. Наша игра в атаке стала слишком предсказуемой. Надо ее немного освежить. Это шутка? Это не шутка. Счет 0-0 после первого матча. Игра на выезде. Советую тебе не упустить этот шанс. Возможно, другого не будет. Тем более, ты сможешь сыграть на своей позиции. Ну и, ребята, день матча. Ну и, конечно, надо прокачать сначала Дэнни Уильямса. Что ж тут есть у нас? Ага. Надо было сразу посты качать, наверное. Он же все-таки немного на другой позиции играет. Ладно, давайте точность прокачаем. Окей. Так и быть. Так и быть. Я знаю, что это карьера за Дэнни Уильямса. Но я хочу сыграть за команду, чтобы чувствовать больше, типа... Возможностей. Чтобы можно было разыгрывать красивые комбинации. А то тут иногда партнеры жутко как тупят. Просто ужас. Попасть в стартовый состав на матч АПЛ, играя за Дэнни. Ух ты. Забить гол с передачи Дэнни. Ага. Типа, как это связано? А, видно, потом. Потом начнется, типа, заново уже карьера у Аликса Хантера. Ну, как заново. Продолжится карьера, конечно же. Ливерпуль Арсенал. Корабо Кап. На Энфлоде. Что за новый кубок? Так, немного непонятно, что это такое. Но, думаю, в комментариях люди объяснят. И вот состав в Ливерпуле. Что ж, Каутинь у них в составе старич, в столах. В общем, играют они по типичной схеме 4-3-3. Ну и, ребят, Клаван. Также Кляйн на бровке. Сегодня будет интересный матч. Так что давайте приступим к этой встрече. И покажем... Все, на что мы способны. Дэнни. Дэнни бьет в угол. Но нет. Ооо, тут какая ошибка. И какой гол. Невероятный гол. Невероятный гол. И невероятный... Алексис Санчес. Не, ну я такого не ожидал, честно. Это просто офигеть. Смотрите, Белерина там к себе забирает. Посмотрите еще раз на этот момент. Бьет Дэнни Уильямс. И тут вроде бы защитник хорошо сыграл. Но Алексис Санчес просто подкараулил дальше ошибку. И забил Рабоной. Прям в девяточку. Офигеть. Отличная передача на Азила пошла. Дальше Азил на Дэнни Уильямс. И Дэнни Уильямс какую передачу отдают на Азила. Но Азилу не хватает скорости. Ну тут можно дальше на Санчес скинуть. 2-0. Ну что ж. Подэбаем. Немножечко. Так. Санчес. Санчес с мячом. Санчес ускоряется. И Дэнни Уильямс. Дэнни Уильямс забивает мяч в ворота Ливерпуля. Красавчик. Именно так нужно было и действовать. Ну и Алексис Санчес, конечно же, отдал великолепную передачу. Посмотрите, как Санчес ускорился в начале. И как он отдал передачу на Дэнни Уильямса. Морена. Хорошо играет Рэмси. Алексис Санчес не смог ускориться. Потому что Лолана там присел на него. Прям на ноги. И посмотрите, Азил. Азил делает ускорение. Но нет. Азил не такой уж и быстрый игрок. К сожалению. Но ничего. Можно отдать в центр. И Дэнни Уильямс делает счет. Ребята, разгромно. 4-0. Ну и все, ребят. Матч заканчивается. Мы проходим дальше, судя по всему. И, конечно же, 4-0. Это разгром. Юрген Клоптон что-то высказывает в Арсена Венгерова. Арсена Венгерова подбадривает. Говорит. Когда-нибудь в следующий раз ты, может быть, выиграешь. И все дела. Ну а мы, ребят, заканчиваем этот матч с хорошей оценкой. И выполненными задачами. Приятно быть героем. Амонами. Тренеру понравилась твоя работа. Нам всем понравилось. Ваши слова заставили хорошенько подумать. Давайте, Уильямс вернулся. Уильямс вернулся. Одна хорошая игра-то не целый сезон, так что не вздумай начать узнаваться, Уильямс. Но это начало, от которого ты сможешь столкнуться. Теперь тебе пора принять какую-какую ответственность. Ответственность? Типа показать хороший пример и все такое? Да-да, конечно. В этом весь я. Парень, помнишь, каким ты был, когда впервые сюда заявился? Словно чертов клоун на пружинке, не мог спокойно высадить подписание контракта. Помнишь, когда ты сказал мне, когда фотографы ушли, что хочешь сделать себе имя в этом клубе? Смешно, правда? Главный тренер хочет, чтобы ты принял на себя более активную роль в нескольких предстоящих играх. Посмотрим, сможешь ли ты помочь нам добиться успеха в премьер-лиге. Если ты намерен заработать хорошую репутацию и заслужить место в команде в финале кубка, сейчас для этого самое время. Ну и, ребят, отлично, оценка 9.6. В общем, справились мы на ура, конечно же. И общий рейтинг стал 73. Постепенно качаемся, качаемся и показываем хорошую игру. Ну, я так считаю. Ну и давайте еще слабую ногу прокачаем, чтобы не мазать. Ну и вот так вот мы прошли тренировку. Что ж, прокачали атакующую позицию, собранность и немного подкачали баланс. Ну и следующий матч у нас, матч с Лестером. Давайте начнем его. Будем играть за команду, потому что за команду намного легче играть. Да и, ребята, больше моментов создается. Премьер-лига, Арсенал, Лестер-Сити. Ну и вот таблица, вот она таблица АПЛ. Арсенал идет на седьмой строчке. Да, сложно сейчас будет, ребята, Арсеналу. Тяжелый у них сезон. Но я думаю, что он выправится к концу сезона уж точно. Ну и давайте начинать эту встречу. Что ж, мы должны сегодня побеждать. О, ребята, это было опасно. Так, вот это опасный момент. И чех, как тащит-то, блин. Фу, ребят, такой нельзя просыпать. Ни в коем случае. Так, Белерин. Хорошая передача. И великолепно. Дэнни Уильямс забивает все-таки. Заколачивает мяч в ворота Лестер-Сити. Нам повезло. Я признаю честно, нам просто повезло. Ну, ребят, посмотрите. Взгляните на этот момент. Белерин отдал передачу. И Дэнни Уильямс пробил с левой. Не раздумывая причем. Да, отлично сыграл. Просто отлично. Ну, Уильямс любитель забивать на 90-х минутах. И вот матч заканчивается. Что ж, выполнили, по-моему, все задачи, которые ставил тренер. За счет гола как раз. Ну и вот, ребята. Вот такие вот результаты. Ну и вот, интервью, да? А, во, информ-карточка даже. 75 рейтинг. Ну и статы, кстати, неплохие. Вполне себе для среднего игрока сойдет. Ну и следующий матч у нас. Матч в премьер-лиге. Матч против Уотфорда. Ну и тут, кстати, опять в Твиттере пишут всякие разные вещи. То, что матч должен получиться интересным. Ну и, конечно же, Энди Колл тоже пишет, что Арсенал побеждает. И то, что Уильямс провел хороший матч. Ну ладно. Ладно, ребята, давайте продолжать. Давайте продолжать играть за Дэнни Уильямса. Ну, точнее, мы будем играть за всю команду, потому что так намного больше моментов создает команда. И намного интереснее для меня. Потому что выжидать каждый момент, пока тебе дадут передачу, слишком муторно. Но за Хантера я всегда буду играть. Именно только как за игрока. Чтобы было для вас интересно смотреть. Ну а за Дэнни мы будем играть всей командой. Тем более, что я болельщик Арсенала. Ну а я вас приветствую. Уотфорд Арсенал. Вот такой вот матч ждет вас сегодня. Ну и нужно приступать к этой встрече. Погнали. Погнали играть. Погнали показывать хороший футбол. Ну, я надеюсь на хороший футбол. Потому что сегодня нам ничего другого не нужно. Азил. Хорошая передача над Дэнни Уильямса. И 1-0. Ну что ж, ребят, наконец-то забили. Просто первую половину, всю первую половину мы играли ужасно. Ну и сейчас, наконец-то, мяч взлетел в ворота. Ну и, конечно же, стадион замолчал. Он замолчал и показывает свое недовольство. Алексис Санчес. Прострел. 2-0. Так быстро? Вот этого я не ожидал. Отлично. Просто отлично. Да, прострелы в этой игре хорошо работают. И делаются немного по-другому. Ну и посмотрите, как Алексис Санчес опять прошел по бровке. И какую передачу отдал. Ну, все голы похожи. Дэнни Уильямса почти все, кроме вот этого вот, до этого, который был. А так мы все время их забиваем именно вот в такой позиции. Ну и тренер подозвал нас к себе и напоминает задачи. Ну что ж, мы сделали все, что могли. Да? В итоге у нас все хорошо даже. Даже превзошли ожидания. И Дэнни Уильямс смог еще один забивать. Плохой удар головой. По-моему, очень хороший. Волшер с мячом. Волшер бьет. Иии, какой удар. Ну и угловой, ребята. Подача. Удар. Будет? Нет, не будет удара. Монреаль. Хорошо играет Монреаль. Рэмси один. На Дэнни Уильямса. И какой гол. Что ж, хитрик Дэнни Уильямса. И я, ребят, просто счастлив. Ну, не каждый день увидишь такой вот удар. Такой вот пас даже. И посмотрите. Посмотрите, как радуется Дэнни. Вместе с болельщиками радуется. Очень хорошая передача прошла. И, конечно же, там немного тупанул защитник. Грей. Удар. И какой гол забивает Грей. Да. Ну, посмотрите еще раз на этот момент. Передача. И какой удар от Грея. Да, красиво. Красиво. Ну и все, матч закончен. Мы побеждаем со счетом 3-1. И забивает три мяча Дэнни Уильямс. Да. Отличный матч провел Дэнни. Молодец. Ну и, конечно же, ребята, 10-0. Наверное, лучшая оценка. Я даже за Алекса Хантера такую оценку не зарабатывал. Ну и следующий матч у нас Манчестер Сити. Что ж, Дэнни готов. Дэнни готов показывать хорошую игру. Ну и мы погнали играть. Да. Премьер лига. Арсенал. Манчестер Сити. Ну и, ребята, давайте начнем этот матч. Что ж, играем мы сегодня на Эмирит Стадион. О, ребята. Ну как мы тут пропускаем? Ну как? Так. Да, Агуэро это просто талантище. Гавриэль Джезус. По центру на Агуэро. Посмотрите, ребята, ну как они играют? Мы не успеваем вообще за ними. Ай, катастрофа. Просто катастрофа. Дэлф. О, ну, ребят. 3-0. Просто слили. Я не знаю, я уже сам играю за команду и чувствую, что просто капец. Ну не вывожу и все. Ну вообще никак. Если прошлый матч с Уотфордом был изи, то сейчас просто ужас. Гавриэль Джезус. Спас центр. 4-0. Надо что-то решать. Нас разрывает. Ужас. Просто ужас. Ну да. Все. Матч закончен. Ну как закончен. Для нас. Для Вильямса закончен. Просто ужасный матч. Фух. Надеюсь, в следующий раз такое не повторится. Ну, блин, матч с Уотфордом был офигенный. Ну, а этот матч просто ужас. Тихий ужас. Я не знаю, все летело. Все летело в наши ворота. Постепенно тренируется Дэнни Вильямс. И прокачивает и скорость, и все остальное. Ну и ближе становится к основным составам. Да? Да. Хоть и проиграли, но вроде неплохо. Тренируемся. Так, что там за табличка? Есть! Ребят, ну это смешно. Поздравляю, Дэнни. Ты заслужил. Было просто... Было не просто, дружище. Было не просто. А ты как думал? Честно? Я сам одел, чтобы был лучшим игроком на поле. Мне никогда не приходилось столько вкалывать. Все в этой раздевалке были лучшими. Так в каждом клубе. А теперь с лучшим... А теперь с лучшими из лучших. Ну я об этом и не подумал. А теперь... Уильям свернулся на свое место. А, парни? Да. Конечно, честь В у него завышенная. Это точно. Ну и матч, ребят, в финале кубка. Вот это да. Что ж, давайте сыграем его. Блин. Прикольно. Матч в финале кубка. Давайте сыграем за команду, наверное. Как играли, так и будем играть за команду. В этот раз я соберусь, ребят. В этот раз соберусь. Дежавю? 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 А, вам, парни, наверное, совсем плохо. Раз этот клоун играет в вас нападение. Ребят, вы что им слышали? Ха-ха-ха-ха. Это же ты. О, попал в премьер-лигу, Веймлимс. Отличная шутка. Тебя вышвырнут, как только купят настоящего игрока. Посмотрите, это же наш маленький перебежчик. Постоянно крякает для кутенок. Увидимся на поле, Уокер. Обязательно. Ух, ребят, нам будет сложно. Но мы попытаемся. Мы попытаемся это сделать, мы пытаемся выиграть. Надеюсь, удача будет сегодня на моей стороне. Финал Кубка Арсенал Тоттенхэм. В Эмбли стадион. Вперед, Дэнни Уильямс. Пора, пора задать всем жару. Пас центр. И Уильямс, какой удар, какой гол. Офигеть. Ну, он всем заткнул рты. Всем ненавистникам своим. Ну, я так считаю, ребят. Просто великолепным ударом всем заткнул рты. Хо-хо-хо. Посмотрите еще раз на этот момент. Алексей Санчес задает пас на Уильямса. И Уильямс без промедления просто бьет. И какой гол забивает. Монреаль. И Уильямс один. Это 2-0. Вот так вот. Красиво. Красиво. Вы только взгляните на это. Как Монреаль красиво отдал на Санчеса. И Санчес дальше на Уильямса. Но никто не крыл Уильямса. Ла-ла-ла. Эриксон. Эриксон по флангу бежит. И, скорее всего, будет делать передачу. Ой, центр открытый. Чудом. Чудом Уильяма не попадает по воротам. Джака бьет. И мимо. Сан. Эриксон. Ой, какая тонкая передача. Это гол. Да. 2-1. Что ж. Не удержали преимущество. Да. Пока что. Ребят, мы на волоске. Конечно же, остаемся. О, столкнулись они с лушером. Но ничего. Мы все равно побеждаем, ребята. И выигрываем этот замечательный кулак. Даже не верится. Даже как-то не верится. Ну, слишком долго идет эта карьера за Дэнни Уильямса. Я думаю, что все будет быстрее. Ну, ладно. Ну, скомпоную это все в одну серию. В одну большую серию. И, ребят, надеюсь, вы поставите лайк. Ну, и вот оно награждение. Награждение чемпионов. Арсенал становится обладателем кубка FL. И, ребята, над головой поднимет этот кубок. Касильни, капитан Арсенала. Что ж, мы сделали это. Мы это сделали. Ну, а лучшим игроком признан Вильямс. Ха-ха-ха, да. Отличная игра, Вильямс. Я смотрю, ты сегодня вырос как игро. Спасибо, босс. В моем составе для тебя всегда будет место. Ух ты. Ух ты. Офигеть. Ну и вот Уокер расстроенный. Мне повезло, старик. Давайте так поговорим. Издеваешься? Не, парень, это же футбол, верно? Да. Ты победил. Молодец. Ну, все. Вот и пожили друг другу руки. Я не стал дерзить в ответ, как он, в принципе, до этого делал. Так что сейчас мы, ребята, будем праздновать чемпионство. С партнерами по команде, конечно же. Ну и вот они, вот они оценочки, итоговые и все дела. Так что, голос передачи Дели Али. Не смог и забить, к сожалению, в этой главе. И, ребята, да, открыли. Открыли мы карточку Дэнни Уильямса, наверное. Или там все-таки не карточка, а что-то другое будет. Ну, а с вами был Мэдрик. Всем спасибо большое за просмотр. Всем спасибо за лайк. Всем спасибо за комментарии. И увидимся уже в следующей главе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok